Реклама – двигатель торговли. Сейчас мы можем ее увидеть и услышать повсюду. На телевидении, радио, даже улицы городов заполнены баннерами и рекламными щитами. Конечно, маленькие города по размещению рекламы отличаются, но все равно порой щиты и растяжки не отличаются должным оформлением и безопасностью. Конечно, в маленьких городах размещение рекламы меньше, но все равно порой щиты и растяжки не отличаются должным оформлением и безопасностью. Приведем пример. Возьмем небольшой муниципалитет Артемовский городской округ. Где же на улицах этого округа можно встретить рекламные щиты? Их очень мало. В основном только в центре города и на дорожных трассах. Объявления о скидках и новых товарах размещаются в основном на самих магазинах и стенах домов, на радио и на телевидении. По старому закону за размещением наружной рекламы отвечали федеральные областные власти. Но с 1 января 2016 года грядут серьезные изменения в этой сфере, которые подготовлены Свердловскими парламентариями. Согласно разработанному законопроекту, с 1 января 2016 года к региональным властям переходят полномочия по распоряжению рекламными конструкциями вдоль федеральных, региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, документ предполагает, что область займется наведением порядка на рекламном рынке Екатеринбурга. В данном случае полномочия перейдут к области и сразу через специальное соглашение вернутся к муниципалитету. Будут определяться условия, по которым органы мест самоуправления Екатеринбурга должны будут отчитываться о состоянии дел на этом рынке. И периодичность такой отчетности. И регион оставляет за собой право в случае грубых нарушений федерального закона о рекламе, значит, это полномочия взять на свой уровень, на уровне областного правительства. Но здесь сразу надо сказать, это основано опять же на той статистике, которая имеется, о том, что количество незаконных конструкций, до сих пор не приведенных в соответствии с законом о рекламе, который в 2013 году вступил в силу, оно достаточно велико. Да, работа идет по приведению в соответствие закона о рекламе, по наведению порядков с земельным законодательством, то есть выделения этих земельных участков под рекламными конструкциями, о заключении договоров аренды, о взимании платы за эту аренду с рекламных фирм. Но здесь до идеала еще далеко. Я полагаю, что вместе муниципалитет и правительство Свердловской области более эффективно будут эту деятельность осуществлять. Благодаря новации региональные власти, в частности, смогут провести полную инвентаризацию рекламных площадей, оценить реальную емкость рынка и выработать понятные всем участникам рынка правила работы. Законопроект, который внесен группой депутатов, причем депутатов из разных политических партий, предусматривает, он направлен на приведение все-таки в соответствии с федеральным законом о рекламе, рынке рекламы. И не только в Екатеринбурге, но и на всей территории области. И депутаты предлагают начать это с придорожных полос. И первый законопроект касается как раз того, что распоряжение теми рекламными конструкциями, которые находятся в придорожных полосах с дорог федерального значения, областного, межмуниципальных, чтобы распоряжался госорган. Правительство определит, правительство Средовской области, какой это будет орган. И выдача разрешений, демонтаж незаконных конструкций, определение схемы размещения видов этих рекламных конструкций будет определяться уже на областном уровне. Почему? Потому что достаточно много обращений. И не только от людей, у которых немножко напрягает внешний вид непритязательный этих конструкций, но в том числе и определенные вопросы безопасности этих конструкций. Они разномастные, они разного цвета, на разной основе стоят, начиная от железобетонной, трубной конструкции, даже деревянной. То есть это, конечно, для Средовской области это не красит, тем более вдоль дорог передвигаются в том числе и гости нашего региона. Принципиальным моментом является то, что средства, полученные от рекламного бизнеса, по-прежнему будут поступать в муниципальные бюджеты. Региональные власти будут выступать в качестве оператора и контрольного органа. Таким образом, губернатор намерен навести порядок на рекламном рынке, при этом сохранив и даже приумножив соответствующую строчку муниципальных бюджетов. Аналогичные законы будут разработаны для таких важных сфер, как здравоохранение и образование.